Привет, друзья! Сегодня я представляю вам важный во всех смыслах ролик. Он важен в историческом плане, в общечеловеческом смысле и во всех иных разрезах. Я не знаю будущего, и в настоящее время я имею возможность, и я ей воспользовался, чтобы рассказать вам о тех событиях, которые происходили буквально в XIX веке и повлияли на развитие всего человечества, всей нашей цивилизации. Я сегодня постараюсь проанализировать и рассказать вам последствия того великого спора, который произошел более 200 лет назад и известный как «Война токов». Война токов или битва токов — это серия событий, которые произошли в Америке в 80-90-х годах XIX века, и они были связаны с внедрением конкурирующих систем передачи энергии и либо на постоянном, либо на переменном токе. Тут важно процитировать «Технология линий переменного тока Тесла или линий постоянного тока Эдисона — воистину эпохальный спор, точка в котором была поставлена лишь в конце 2007 года с окончательным завершением перехода Нью-Йорка на сети переменного тока в пользу Тесла». Так писали и пишут наши с вами современники. Досмотрите этот ролик до конца, и я раскрою тайны первых двух и выведу на арену третьего игрока этой битвы. Вроде бы Тесла, Эдисон — постоянный переменный ток. И нам кажется, что мы даже знаем результат этого спора, что победил переменный ток. Но мы видим, что постоянный ток постепенно берет реванш во многих сферах. А кроме этого, на сцену выходит третий игрок, о котором, я уверен, не знает даже и полпроцента моих зрителей. Прямо сейчас вы можете подписаться на канал и написать ваш комментарий с пророчеством, кто же этот третий игрок, о котором я расскажу к концу ролика. Какой это тип тока? С вами Мальков Александр, Энерглик Без. Поехали! Чтобы понять суть ролика, я вначале должен вас погрузить в исторические события, которые происходили в США в 1870-80-х годах. Но сначала я должен сказать несколько слов про двух главных героев этого великого спора. Итак, в правом углу ринга великий самоучка, великий изобретатель, автор более тысячи патентов, Томас Алва Эдисон. Родился 11 февраля 1847 года в городке Майлен, штат Огайо. В детстве он не отличался богатырским здоровьем и из-за перенесенной скарлатины получил глухоту на правое ухо. Школу он посещал всего три месяца, и родители были вынуждены забрать его домой из-за неуспеваемости. Он оказался проблемным учеником, на котором можно было поставить крест, как решили учителя. Но родители думали иначе. А замшкольных наук его научила мама, которой он помогал торговать овощами и фруктами с 7-летнего возраста. В свободное от работы время Томас бежал в библиотеку. Его любимое занятие было читать научные книги. И уже в 12 лет он оборудовал в подвале своего дома химическую лабораторию, которую он срудил за собственно заработанные деньги. Когда Эдисону было 15, он начал выпускать свою газету и зарабатывать на этом. Но в дальнейшем он этот бизнес забросил. Он понял, что он предназначен немного для более высоких целей, чем издательство. Став самостоятельным, Эдисон переехал в Нью-Йорк, где стал работать телеграфистом в одной из компаний. Изобрел универсальный биржевой телеграф, получил за патент 40 тысяч долларов и на эти деньги обустроил собственную мануфактуру, которая выпускала эти биржевые телеграфы. В 1877 году с помощью иглы и фольги он записал голос, то есть он создал фонограф. Да, знаменитый фонограф Эдисона. В то время создание фонограммы, звукозаписи было поистине фантастикой. И он это сделал сам. А 21 октября 1879 года он явил миру одной из величайших изобретений 19 века электрическую лампу накаливания. Справедливости ради можно сказать, что он непосредственно лампу не изобретал, но он усовершенствовал первоначальные образцы настолько, что они стали способными работать долгое время. Англичанин Деларю задолго до Эдисона открыл принцип лампы накаливания. Он поместил в вакуумную колбу платиновую нить, пропустил по ней ток и она осветилась. Но это был всего лишь принцип. А доработать до реально работающего образца многие часы, это уже такая же титаническая работа. После Деларю лампочку усовершенствовали все, кто только можно. Жабар, Гебель, Сван и Ладыгин. Отставной офицер Александр Ладыгин построил лампу накаливания с тонким стержнем из ретортного угля. Но Эдисон предложил вместо этого угля использовать волосок из обугленного бамбукового волокна. Причем он очень долго выбирал тот сорт бамбука, который будет работать в этой лампе много-много часов. Он работал сутки напролет. Один раз он провел в лаборатории 45 часов, когда испытывал образцы своих нитей накаливания. И в итоге остановился на японском бамбуке. Эдисон понимал, что в квартире каждого американца нужна электрическая лампочка. А плюс освещение улиц в городах и селах. И снабжение электрическим светом, электрическими лампочками всей Америки. Это клондайк. Это круче, чем добыча и продажа золота. На этом месте я приостановлюсь про Эдисона, но скажу только, что не менее ни высшего, ни среднего образования, а впоследствии изобрел несколько видов генераторов, усовершенствовал конструкцию фонографа, видеокамеры и телефона. А в левом углу ринга великий мистификатор, великий пиарщик и человек, который изобрел 20 век. Никола Касла. Родился 10 июля 1856 года в селе Смеляны. Тогда это была территория Австро-Венгерской республики. Он учился и в гимназии, и в высшем реальном училище. Родители хотели, чтобы он был гуманитарием, изучал духовные науки, но судьба распорядилась иначе. Никола тяготел к технике. У него были нелады со здоровьем. Он заболел холерой, 9 месяцев был на волоске от смерти, и отец так боялся, что потеряет наследника, что бы обещал ему, если он выживет, то отец разрешит ему изучать инженерное дело и оплатит учебу в престижном вузе. После выздоровления Тесла поступил в Градский технический университет и с первого же курса проявил себя как талантливый студент, потому что он в уме решал такие задачи, как многие не могли решить на бумаге. Однако на старших курсах он увлекся азартными играми и не сдал выпускные экзамены. И будущий ученый стал зарабатывать на жизнь, что устроился преподавателем в гимназию, в той, в которой учился сам. После этого он подрабатывал чертежниками и проектировщиками в Будапеште. И вот тут вот, в 1882 году, их пути уже почти сошлись. Эти два Титана столкнулись первый раз, но удаленно. В 1882 году Тесла устраивается в континентальную компанию Эдисона, которая располагалась в Париже. Одним из самых крупных проектов, на котором он работал в этом заведении, это было сооружение электростанции для Страсбургского вокзала. Компания направила туда Теслу, чтобы помогать смонтировать освещение. И в это время он уже работал над конструкцией асинхронного двигателя, который в 1883 году он продемонстрировал в мэрии Страсбурга. К весне 1984 года он вернулся в Париж и желал получить причитающиеся ему 25 тысяч долларов премии за то, что он выполнил качественно свою работу. Но денег он этих не получил и, оскорбленный, уволился. 6 июля 1984 года Тесла прибывает в Нью-Йорк. Америка, страна больших возможностей, почему бы не воспользоваться, решил Никола Тесла. И судьба пытается свести их с Эдисоном второй раз. Он устраивается в компанию Эдисона, Эдисона, Эдисон Машин Ворк, инженером по ремонту генераторов и двигателей постоянного тока. Однако сработаться два Титана так и не смогли, в том числе из-за финансовых разногласий. При этом следует учесть, что открытия этих времен были результатом многократных, многочисленных экспериментов и опытов, слепых и зачастую безрезультатных. Ученые могли ориентироваться только на практическую составляющую и свою интуицию. В отличие от них, уважаемые зрители, у вас есть более эффективный и менее затратный способ получения знаний. Речь идет о курсе Java-разработчика ТКАТА Академии IT-специальностей, которая вот уже более пяти лет обучает студентов программированию и тестированию по модели ISA, то есть оплата после трудоустройства. Такие монструозные системы, как Amazon, Netflix, Telegram, многие банковские сервисы, которыми пользуются сотни тысяч людей, зачастую написаны именно на языке Java. Над одним, даже не самым большим проектом зачастую трудится целая группа разработчиков. Поэтому умение кодить на Java всегда востребовано. Специалисты нужны в такие компании, как Сбер, Альфа, Яндекс, МТС и во многие другие IT-компании, которые обслуживают сотни тысяч сервисов и приложений. Из-за того, что в КАТА студент оплачивает свое образование после получения работы по специальности, главная цель КАТА – это реальное трудоустройство выпускников. Еще раз, КАТА Академия – это не только обучение, но и реальное трудоустройство выпускников в IT-компании Москвы и Санкт-Петербурга. Академия гарантирует зарплату выпускников по курсу Java Разработчик от 100 тысяч рублей с первого месяца. И если студент не тянет программу, его отчислят, и платить ему не придется. Если выпускник не найдет работу и хотя бы с зарплатой 100 тысяч, то платить тоже ничего не потребуется. Это прописано в договоре с Академией. На курсе студенты научатся не только кодить, но самостоятельно искать и принимать решения. Работать над командными проектами и к концу обучения будут полностью подготовлены к работе в крупных компаниях, зная не только программирование, но и имея навык коммуницировать с другими отделами. Выбирая обучение в КАТА Академии, вы имеете возможность не только получить хорошую профессию, но и изменить всю свою жизнь. Подробности по ссылке в описании. Эдисон довольно холодно и отстраненно воспринимал все новые идеи Теслы по переменному току, по двигателям, генераторам, передаче и так далее. Он бредил только постоянным током и отвергал любые идеи. Он сказал, ты занимаешься здесь двигателями и генераторами постоянного тока, вот и занимайся. И пообещал ему 50 тысяч долларов, если он усовершенствует конструкцию генератора постоянного тока. Тесла представил ему 24 разновидности машины постоянного тока и желал получить обозначенное вознаграждение, но не получил его. И вновь Тесла, оскорбленный, уволился. Тесла занимался чем придется, рыл канавы, был подсобным рабочим, разносил газеты, а после работы он в своем блокнотике делал схемы, формулы, выводы, он работал над изобретением асинхронного двигателя, асинхронного генератора, многофазных систем. И без асинхронного двигателя был просто невозможен второй этап промышленной революции 20 века. И все же, проработав всего год в компании Эдисона, Тесла приобрел известность в инженерных кругах и открыл свою компанию. Tesla Electric Company. Он начал заниматься обустройством уличного освещения с помощью договых ламп, работающих на переменном токе высокого напряжения. И под офис своей компании снял здание на 5-е веню, недалеко от офиса Эдисона. И вот между двумя компаниями разгорелось то, что мы сейчас называем война токов. Но вы помните, что потом появится третий игрок, совсем новый вид тока. Обязательно смотрите до конца. Как стало возможно это противостояние, когда с одной стороны мы имеем изобретателя, имеющего собственное производство, компанию, ее территориальное подразделение, а с другой стороны всего лишь ученые. Конечно, дело не обошлось без капитала. Вестингаус поверил в изобретение Теслы, в его патенты, в его переменный ток. Он видел в нем перспективу. Именно он инвестировал в Теслу. Поддерживал его финансово. Он понимал, что это талант и за этим будущее. И в итоге, конечно же, он не прогадал. Они приобрели несколько трансформаторов компании Голлар Гипс и генератор переменного тока Сименс и Гальски. После этого Тесла при поддержке Вестингауса начал собственные эксперименты. Вестингаус, когда ознакомился с изобретениями Тесла, он отнесся к ним максимально серьезно. Он помог получить ему патенты на счетчик переменного тока и многофазный электромотор. Это были те самые изобретения, с которыми Тесла пытался обратиться в парижское подразделение компании Эдисона, но там его не рассмотрели и отвергли. Вестингаус в общей сложности выкупил около 40 патентов у Теслы и заплатил за это очень приличную сумму по тем временам. В 1887 году в США работало более 100 электростанций постоянного тока, но параллельно развивались системы переменного тока и они вытесняли постоянный ток. Единственным камнем преткновения были машины переменного тока, а именно двигателей. Потому что одно дело подать электроэнергию в дома, где лампочки в принципе не важно на каком токе гореть, на переменном или постоянном. А самый основной потребитель электрической энергии это промышленность. И если двигатели постоянного тока были довольно развиты, было много модификаций, а также по мощности они были разные, то с переменным током все дело обстояло не так хорошо. Эдисон поздно осознал, что нужно заниматься переменным током, пытался привлечь инженеров и у него ничего не получалось. Тогда он решил все-таки добивать свою идею с постоянным током, подал в суд на компанию Вестингауза, якобы за нарушение патентных прав, но суд отклонил его иск. И тогда он взялся за черный пиар. Эдисон решил дискредитировать переменный ток, вначале он начал с убийства животных. Он собирал репортеров, показывал, как переменный ток может убить животное, а это была предпосылка к тому, что если начнут делать линии переменного тока и вдруг провод упадет, а животные будут или не дай бог люди проходить рядом, то от переменного тока погибнуть очень легко, особенно если это будет линия высокого напряжения. Ну и квинтэссенцией всей этой черной пиар-компании против переменного тока, конечно же, явилось изобретение электрического стула. Надо было изобрести гуманный способ казни, и Эдисон смекнул, самый классный черный пиар для переменного тока будет использование его на электрическом стуле. Мало того, что он нанял инженеров, которые сделали этот электрический стул, он нанял журналистов, которые в красках описали все муки казни на этом электрическом стуле. Хотя изначально вы помните, это подавалось как гуманный способ казни, то есть человек должен был умереть без мучений, это все было только в стадии проекта, а когда это все реализовали, распиарили, как будто это было сильными мучениями, потому что был переменный ток. Черный пиар принес свои плоды. Эдисону на некоторое время удалось отсрочить крах систем постоянного тока, но только на время. В 1893 году Тесла и Вестенгаус выиграли заказ на освещение Чикагской ярмарки. 200 тысяч ламп работали от переменного тока, а спустя год тандем ученого и предпринимателя построили на Негарском водопаде первую крупную ГЭС. Это был триумф переменного тока. Генерация с помощью многофазного генератора, а именно трехфазного, а также передача на повышенном напряжении ставила крест на развитие систем постоянного тока. К этому времени финансовые дела Эдисона трещали по швам. Ему пришлось объединить все свои компании, создать General Electric и сделал он это под давлением новых инвесторов своего бизнеса. В итоге General Electric даже выкупала компанию Thompson Houston, которая выпускала машины переменного тока и занялась их производством. Тем самым Эдисон признал свое поражение и поражение систем постоянного тока. Они были неплохи для своего времени, но вся проблема постоянного тока заключалась в том, что на невысоком напряжении невозможно было передать энергию на большое расстояние. Максимум 1-2 километра. Дальше по закону Ома сопротивление сети было настолько высокое, что напряжение падало к концу линии и не обеспечивало работу потребителей. Свечение тех же ламп. А почему вы скажете нельзя было повышать напряжение постоянного тока? Существующие на то время генераторы постоянного тока не могли вырабатывать высокое напряжение, да и сейчас не могут. Но, к слову сказать, электростанции постоянного тока по инерции строились еще до 30-х годов 20-го века в Нью-Йорке. Затем их строительство было прекращено, а эксплуатировались они аж до 21-го века, и только в 2007 году последнюю систему постоянного тока в Нью-Йорке свернули. Это же буквально совсем недавно было. Казалось бы, Тесла и Вестингхаус выиграли войну токов, и переменный ток стал править миром. У него есть одно самое важное качество, это трансформация. Во-первых, генератор переменного тока трехфазный. Почему он трехфазный, почему в мире энергия передается по трем проводам, я сделал такой ролик еще в начале работы своего канала. Вот ссылка на него будет в подсказке в описании, посмотрите его обязательно. Там я рассказываю про трехфазную систему, и там тоже я затрагиваю немножко вопросы про Тесла, и про второго изобретателя трехфазной системы Михаила Осиповича Долива Добровольского, ученого с русскими корнями, так будет правильнее сказать, который во Франкфурте на майне в 1891 году продемонстрировал свою высоковольтную передачу на трехфазном переменном напряжении. Так вот, именно трансформация переменного тока, создание трехфазных генераторов, трехфазных трансформаторов позволило весь мир опутать линиями переменного тока напряжением от 110 вольт до 750 тысяч вольт, если брать сегодняшние реалии. И казалось бы, вот оно свершилось, переменный ток стал править миром, но наступил 20 век и постепенно в определенных нишах начал отвоевывать себе территорию постоянный ток. Давайте разбираться, где постоянный ток начинает брать реванш. Как только инженеры научились повышать напряжение, а потом выпрямлять это высокое напряжение, они поняли, что передача энергии на дальнее расстояние технически возможна и экономически целесообразна именно на постоянном токе. Но снова же прошу заметить, чтобы получить высокое напряжение на постоянном токе, все равно его сразу нужно повысить через трансформатор, то есть все равно переменный идет в начале, мы на нем генерируем, на нем повышаем, потом только выпрямляем и потом передаем на высоком напряжении постоянного тока. Да, электронщики могут мне сейчас возразить и схему умножителя привести, но, ребята, одно дело схема умножителя на электронной плате, другое дело мегаватт энергии и мегавольты, там уже умножитель диода конденсатора не сработает. Хотите верьте, хотите нет, но сейчас в мире самое высоковольтное и самое протяженное линии и самое мощное в мире это лэп постоянного тока. Так вот, постоянный ток отвоевал себе нишу сверхмощных, сверхдальних, сверхвысоковольтных передач. Пока у постоянного тока конкуренции здесь нет. Можете посмотреть на карту и увидеть карту кабелей и линий постоянного тока, которые соединяют между собой страны или территории одной страны внутри. И вот мы подошли к кульминации нашего ролика. Пока два тигра воевали между собой, одна очень маленькая, но хитрая обезьяна сидела на ветке и наблюдала за их борьбой. И зовут эту обезьяну британские инженеры. Ну, уважаемые британские инженеры, не берите на свой счет, просто пословица такая, наблюдает обезьяна за тиграми, они там переедрались и все ей досталось. Так вот, британские инженеры в 21 веке предложили новую систему. Они считают, что с момента борьбы Тесла и Эдисона ничего в мире не было предложено, кроме постоянного электрисити, цифровой ток. Да, я сам поначалу относился со скепсисом к этому всему. Мне казалось, ну, какой цифровой ток, ну, о чем речь? Ребята, вы что? Пакетами будем энергию продавать? Я даже ролик шуточный сделал на эту тему. Вы увидели, это шоц про то, как передать энергию пакетами. Нужно взять аккумулятор, взять его, вложить в пакеты и перенести там на другую сторону там улиц или еще куда-то. Кстати, такой метод работает, энергию аккумулятором перевозят, большими танкерами, это, по-моему, даже в той же Японии. Метод действенный, но именно по сети одна из британских компаний предложила эту систему, мало того, она ее запатентовала. Шутки шутками, однако такая система существует. И заметил я ее буквально в конце 2022 года, а сейчас мы имеем середину 23-го. Эта система не то, что развилась. Компания получила уже инвестпроектов на 17 миллионов долларов. И ее системы реально внедрены и работают на многих объектах. Так что же она собой представляет? Это система как бы продолжение системы PORE or Ethernet, то есть передача мощности по сетям связи, по сетям телекоммуникаций, по Ethernet кабеля. Но эта технология, которую предлагают нам британские инженеры, по витой паре там пару десятков фольт, чтобы запитать телекоммуникационное оборудование. Они уже нам обещают порядка киловатта на километр. Согласитесь, чем-то похоже с постоянным током в начале его развития. Конечно же свое ноу-хау они скрывают, но если структурировано посмотреть на модель их передачи, то мы видим, как обычный переменный ток из сети преобразуется в этот цифровой ток. Ну это просто пакеты импульса информации, которые передаются дальше по сетям связи к потребителю. Там же стоит обратный блок преобразования, который эти импульсы собирает и преобразует в обычный постоянный либо переменный ток, нужный для питания устройств. Конечно поначалу это те же телекоммуникационные устройства и уже даже светодиодное освещение, а также некоторые сельскохозяйственные устройства на фермах. И самая главная фишка и нововведения последних месяцев они всю эту штуку еще запатентовали и обозначили как особо безопасное распределение электроэнергии. Потому что смотрите, модуль отправитель следит за тем сколько пакетов ушло к потребителю. А скажем модуль приемник считает сколько пакетов пришло. Если по дороге какой-нибудь чел сунет руки в эту систему, то соответственно эти пакеты ответвятся и не дойдут. То есть снизится количество пакетов, которые придут до потребителя. И все это происходит в доле секунды. То есть система в доле секунды распознает неисправность и отключает подачу питания. Это как высоковольтная линия электропередач с двумя цифровыми терминалами защиты с двух сторон. То есть реализовано только на низком напряжении. И не надо ставить никаких автоматов, УЗО, устроить защиту от дугового пробоя, защиту от искрения и тому подобного. Вот это уже сама система формирования пакетов и передачи отслеживает количество пакетов, которое должно быть отправлено и получено. И на основании этого работает защита. Производитель утверждает, что отключение происходит за миллисекунды. То есть совсем за короткий срок и человеку никакой ущерб не может быть причинен. Ни человеку, ни окружающей среде, соответственно, не будет ни пожаров, никаких любых других инцидентов с этими сетями. Ну и, казалось бы, можно дальше скепсисом страдать и говорить, да, это все фигня, но дальше двух километров там и максимум двух киловатт не пойдет и вообще кому не нужны и где у них какие сертификаты. А есть у них сертификаты. Они свою систему не только запатентовали, но и провели через НЭК, национальные электротехнические коды Америки и Канады, как система электроснабжения класса 4. Новые системы с управлением отказами. Так называемая управляемая отказоустойчивая системе FMPS. Вот что это значит на английском. Даже могу привести конкретно статья 726 НЭК. Особо внимательный зритель скажет, так вот оно, будущее наступило, по факту это передача постоянного тока и уже можно их применять в распределении, если научиться маршрутизировать эти пакеты энергии, точно так же, как маршрутизация происходит с пакетами информации. Давайте мы сейчас протокол придумаем, разветвим эту сеть и пакеты пошли одни туда, одни сюда и можно там это все разветвить, сделать разветвленную сеть и пакеты распределять. Но нет, ребята, к сожалению, в электротехнике так не работает, как связи и телекоммуникациях. Когда приходят большие мощности, то основными протоколами маршрутизации становится закон ОМА и закон Киргофа. То есть сколько притекает, столько утекает. И невозможно пакеты заставить прийти к узлу и уйти в другую сторону. Таким узлом не может быть узловая точка соединения кабелей. Таким узлом может быть максимум вот этот цифровой маршрутизатор, который будет принимать и распределять эти пакеты далее. Но все равно мощность их будет небольшая. Однако 17 миллионов долларов инвестиций они взяли, однако в НЭК их внесли, однако они дальше развиваются. И пусть вся эта система пока только в зачатке, и пусть ее структура похожа на распределенный импульсный блок питания, но тем не менее эти инженеры предложили что-то новое, замахнулись на роль третьего игрока войны токов и даже внесли свое обозначение. Вы же знаете, переменный ток обозначается синусоидой, волной полного периода, а постоянный ток обозначается вот таким значком прямой и штриховой линии и цифровой ток Digital Electricity, как они придумали, они ввели вот такое обозначение типа импульсы, но вот такого постоянного тока. Возможно, с развитием силовой электроники это разовьется во что-то более масштабное. И мы эту Digital Electricity можем увидеть в большом новом качестве. Вот такой вот третий игрок, которым я вас интриговал в начале. Пусть он вам не покажется масштабным, но отнеситесь к нему серьезно, поскольку данный ток, данный тип распределения энергии внесен национальные стандарты и будет дальше развиваться. А теперь представьте, насколько наши Пуэ, ТКП отстали от этих вот систем. Когда мы еще регламентируем работу аппаратов защиты классических систем распределения энергии, в других странах уже вносят в стандарты вот такие необычные системы класса 4 с управляемыми отказами. Возможно, я чего-то не знаю, и эксперты нашей нормативной документации Пуэ, 6-7 версии, ТКП П339 и других документов национальных стандартов других стран меня поправят и скажут, да нет, у нас тоже вот в нашем Пуэ, например, там в Казахстане или в Узбекистане есть такие вот цифровые сети. Я буду очень рад, если вы об этом напишите в комментариях. Я надеюсь, вам понравился мой энерголикбез. Сегодня вы узнали про войну токов, почему выиграл переменный, почему постоянный начал брать реванш и как появился третий игрок. В дальнейшем мы будем следить за судьбой всех этих игроков и постоянный, и переменный, и цифровой будут занимать свои ниши и помогать нашей планете быть более развитой, современной, энергонасыщенной. Я буду стараться проводить эфиры, в которых отвечать на ваши вопросы. Лучшее с эфиров комбинировать в отдельные ролики, тематически добавлять немножко визуала туда и заливать эти ответы на вопросы потом на бусти. Я планирую также ввести эфиры на ютубе, которые будут выходить в полной записи. Эфиры с других площадок я буду обрабатывать, выбирать лучшее, добавлять небольшую обработку, визуал картинки и заливать эти обработанные эфиры на бусти. Канал на бусти для подписчиков с разным уровнем доступа. Есть в том числе бесплатные публикации, из которых можно узнать что-то новое, необычное, чего нет на ютубе. Также вы знаете, у меня есть телеграм, инстаграм, вк, короче, энерголик без, захватил весь интернет. Инстаграм, кстати, благодаря вам очень сильно развился и там уже подписка идет больше тысячи человек в день. Буду рад видеть вас в числе подписчиков, а также вы можете поддержать канал любым доступным способом. Ссылки на все способы будут в описании к ролику. С вами был Мальков Александр. Оставайтесь на положительной волне, смотрите энерголик без, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok